МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава региона Ерик Султанов встретился с аграриями района имени Габита Мусрепова. Материал подготовлен нашими коллегами с телеканала «Казахстан Петропавл». Из-за погодных условий посевная здесь идет пока не в полную мощность. О готовности к весеннеполевым работам рассказал Аким района Габита Мусрепова Владимир Дудов. На сегодняшний день в районе заготовлено 80 тысяч тонн семян. Из них первого класса 29,3%, а второго – 37%. В связи с особенными условиями этого года проводится предпосевная обработка. Мы провели сегодня по традиционной технологии обработали свыше 25 тысяч гектар, механическое свыше около 20 и химическое у нас в пределах 15 тысяч гектар. Параллельно в рамках реализации вашего поручения вносится минеральное удобрение. В целом план 10 тысяч 200 тонн. На сегодняшний день мы приобрели 8,5 тысяч тонн. Прошлый год очень сложный был, этот год очень сложный. Но надо, конечно, помнить, что поддержка большая. В любом случае глава государства всегда помнит об аграриях, обращает большое внимание. Обеспеченность горюче-смазочными материалами в районе составляет 93%. Ерик Султанов отметил, что в прошлом году с поставкой топлива были проблемы. Поэтому в этом году ситуация не должна повториться. В целом, действительно, готовность высокая по району. Неплохо вся работа проведена в этом году. И по ГСМ, да и по ГСМ в прошлом году уже на уборочных проблем не было. Поэтому у нас операторы надежные, проверенные. И большую ставку мы делаем на казаный газ, потому что казаный газ всегда на любую проблему ответит. Поэтому у нас проколов таких не будет, как у нас, спасибо, прошлого года еще достаточно много осталось проблем. Более 300 миллионов долго. Побеседовал Ерик Султанов и с руководителями агроформирования района. Они доложили главе региона о готовности к посевной и планах на этот год. ТО «Тукым» является одним из крупнейших в районе. Площадь сельхозугодий составляет 56 тысяч гектаров. В посевной будут задействованы более 200 единиц техники. По словам руководителя товарищества, теперь главное, чтобы погодные условия позволили приступить к работам. Ждут солнечных дней и в других товариществах. Зерновые 5500 зазеваем, где-то порядка тысячи, там включаем все. И зерносмесь, и макураж, и на сенаж. В принципе, горючая есть, все нормально, семена есть. Также протравливаем, по поводу служим, готовимся. Порядка двух тысяч подработаны. Высокая готовность к посевной наблюдается и в других сельских округах района Габита Мусрепова. В ТОО «Тамикен Агро Целинные» в этом году планируют посеять зерновых на площади более 26 тысяч гектаров. Из них 22 тысячи пшеницы, а также масличные и кормовые культуры. На данный момент посеяли 3 тысячи гектаров, это 10% составляет. Ну, 10,1. Значит, в структуре пассивных площадей 19 тысяч мягкой пшеницы, 3 тысячи с копейками твердой пшеницы, 3 тысячи ячмень, 6 тысяч пленок и 600 гектаров суданская трава. Значит, раздоверение внесли на площади 70 тысяч гектаров, сделали предпосевную химию то, что успели на площади 2,5 тысяч гектаров, то, что успели до посева. В завершении встречи Ерик Султанов выразил уверенность в том, что посевная пройдет успешно. Также напомнил руководителям агроформирований, что заработная оплата рабочих должна быть достойной. Большое внимание в районе уделяют развитию социальной сферы. Ерик Султанов в ходе своей рабочей поездки по району посетил теплицу. Построена она на средства ТО Неженко-Ерке, состоит из 147 тысяч бутылок. Здесь выращивают овощи, за год получают более полутора тысяч плодов каждого вида растений. Летом у нас вообще красота тут, а зимой стараемся, если на всякий случай печку подтапливаем, а так зелень у нас растет. А сколько вы собираете огурцов? Ну, мы собираем 600-700 килограмм, это за сезон, ну вот за лето, летний сезон. Зимой, конечно, поменьше, потому что всякое, солнце немножко не хватает. То есть около тонны в год собираете? Да, около тонны. Собираем. Понятно. Все сюда доел в школу, 177 детей, кормим все сами, сферми. Получается вам полностью ваша поддержка школы, правильно? Да, но питание все наше, мы 177 человек кормим как бы сами. Глава региона также побывал в местной спортивной школе, сегодня здесь действует более 10 секций. Ознакомился глава региона с подготовкой к летнему отдыху детей, а здоровительный лагерь «Солнышко» функционирует уже более 30 лет. В этом году здесь проведен ремонт спальных корпусов и столовой, реконструированы три спортивные площадки и карусели. Завершили на данный момент два спальных корпуса. За каждым корпусом у нас закреплено определенное ТО, которые выезжают и помогают нам производить ремонт данных помещений. В лагере имеется для детей все необходимое для отдыха. Тут имеется игровая спортплощадка, материальная база, велосипеды, ролики. Открытие сезона 2015 состоится 8 июня. Летом здесь отдохнут 840 детей. Кадровые перестановки в районе Шалакына назначен новый Аким. Им стал Ербол Сагдиев. Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Казахстан Петропавл». Свою трудовую деятельность Ербол Сагдиев начал в 1983 году зоотехником. Позже занимал должность директора совхоза. С 2003 года работал Акимом районов Акмолинской области. До настоящего назначения занимал должность Акима Сандыктаусского района Акмолинской области. Поздравив с назначением на должность, глава региона Ерик Султанов сразу же приступил к постановке задач. Он поручил вновь избранному Акиму взять на контроль развитие агропромышленного комплекса. В числе приоритетных направлений – карта индустриализации. В текущем году по району в нее включены два проекта. В аналогическом периоде прошлого года отмечается снижение демографического показателя на 2%, розничный товарооборот на 2,5%, уменьшилось количество действующих предприятий. В этой связи поручаю вам, Мирбулат, взять на особый контроль следующее направление. Первое. Развитие агропромышленного комплекса. В соответствии с программой диверсификации необходимо продолжить работу по увеличению посевных площадей, масленичных и кормовых культур, обеспечить выполнение программ по развитию животноводства, в том числе создание племенных репродукторов, оказать агроформированием района всестороннюю поддержку, обеспечить всем необходимым для проведения и завершения весеннеполевых работ. Ербул Сагзеев, в свою очередь, пообещал немедленно приступить к реализации задач, поставленных главой региона. Огромное спасибо, что даете возможность поработать у себя на родине. Я понимаю свою большую ответственность, которая сейчас сложится. Поэтому, я думаю, тоже, как вы правильно заметили, все должно получиться. Еще раз поблагодарить и скажу, что, я думаю, мы не подведем. В ближайшее время результаты будут. Акцентировал внимание Ерик Султанов и на выполнении программ по развитию животноводства, таких как сыбага, кулан, алдынасек и рыс. В рамках программы экспортного потенциала мяса крупнорогатого скота с начала года в районе Шалакына приобретено 373 головы крупнорогатого скота. Что касается животноводства, значит, в этом году внесены изменения в закон о земельных отношениях, статью 92-ю. Значит, кто пользуется землей, он должен иметь не менее 20% необходимого количества животноводства. То есть, от 5 до 8 гектаров, в зависимости от банитета, приходится на одну голову, скажем, крупнорогатого скота. В случае невыполнения этого земли будут изыматься и представляться новым инвестором. Это касается каждого из вас, вы сами можете посмотреть эту статью, по ним разъяснение мы можем дать. Конечно, к концу года мы будем проверять все хозяйства. После назначения состоялось рабочее совещание с аграриями района. Главной темой стало обсуждение хода проведения весеннеполевых работ. О текущей ситуации Аким области доложил руководитель управления сельского хозяйства Североказахстанской области Кайрат Умаров. Обеспеченность горюче-смазочными материалами по области составляет 95%. По его словам, в районе Шалакына к посевной подошли с полной ответственностью. Так, в текущем году здесь заключены договоры на приобретение минеральных удобрений в объеме 5,8 тысяч тонн. Для проведения весеннеполевых работ имеется 48 посевных комплексов и около 2000 других единиц техники. По району Шалакына по состоянию на 23 мая текущего года сельскохозяйственные культуры посеяны на почте 41,4 тысяч гектаров или 18,1%. В том числе зерновые 33,2 тысячи или 17%, масличные 7 тысяч и одна десятая или 27,7%. Согласно рабочего плана, сельскохозяйственные техники достаточны для проведения весеннеполевых работ. Однако, на сегодняшний день изношенность техники по району составляет по тракторам 92%, зерноуборочным комбайном 74%, что значительно выше среднеобластных показателей. Первый руководитель региона отметил, что агроформированием района необходимо активизировать работу по обновлению машино-тракторного парка. В целом, в районе к посевной готовы, отмечают аграрии. В каждом товариществе наблюдается практически стопроцентный запас семян и топлива. Семена ранее спелые, как у вас сейчас? Сколько процентов? У нас средне спелые, сорта Омская 35-я и средне позднее 36-я. Мы покупали, в этом году я купил элиты у нас семенос в хозяйстве, 50 тонн элиты купил. В области только нашел это, там синскую винтарную, твердую, мягких нет. Это я покупал фурган семена, ездил туда, потом привез. Средне спелые, сорта Омская 36-я. Будем все это. Хорошо. После глава региона Ерик Султанов лично ознакомился с ходом весеннеполевых работ. Площадь сельхозугодий в ТО Аскожа-Ножел составляет 8 тысяч гектаров. К посевной здесь уже приступили. В этом году аграрии планируют превзойти урожай прошлого года в 15 сентября с гектара. Готовность у нас 100%. Сдерживший фактор – это, конечно, погода. Но я думаю, сегодня солнышко поднялось, продует. Сегодня уже техника пошла. В общем, количество здесь мы 8 тысяч сейм. Я думаю, все, что было упущено, за счет работы, правильное учета времени и рабочее время, все, наверное, наверстаем. Площадь земельных угодий в товариществе «Агросевер» составляет 17 тысяч гектаров. Сегодня здесь насчитывается более 600 голов казахской белоголовой породы. 500, есть 570 до 800. А самые тяжелые? Ну, есть коровы такие, которые до 800 килограмм. Вот мы двух быков сдавали, производители, они тяжелые. После Ерик Султанов в ходе своей рабочей поездки ознакомился с ходом работ на экспериментальном участке автодороги Баян-Архангелка в Жамбылском районе. Сейчас здесь отремонтировано 2,4 километра. В завершении встречи Ерик Султанов пожелал аграриям района завершить посевную в срок. Тем более, что для этого есть все необходимое. Валентина Петрова пришла сегодня с просьбой установить на доме по адресу Пушкина 76 мемориальную доску в честь своего отца Петрова Бориса Николаевича, который прожил здесь более 10 лет. Он участник Великой Отечественной, писатель, оставивший после себя десятки произведений, рассказывающих о родном крае. О Кимобласти Ерик Султанов идею поддержал, однако пояснил, что для установки мемориальной доски необходимо письменное согласие жильцов дома. Мы сейчас изучим этот вопрос, потом потребуется время. Во-первых, мы должны принять решение и после этого мы должны сделать саму мемориальную доску, ее, значит, в Украине культуры одобрить, после этого провести опрос каждого жителя и получить письменное согласие. Владельцы дачных участков садоводческого общества «Спутник-1» пришли на прием с просьбой оказать помощь в решении вопроса по откачке грунтовых и дождевых вод. Эта проблема возникает каждую весну. Сейчас я поручаю Акиму, он создаст комиссию и с этой комиссией сделает свои выводы. Но сейчас он примет меры для того, чтобы откачать воду, поставить нормальные насосы, откачает все. Обращались горожане главе региона и с новаторскими предложениями. Михаил Щербаков продемонстрировал Ерику Султанову устройство под названием «Солнечная батарея». По словам изобретателя, зимой оборудование способно приумножать тепло, а летом напротив – отражать солнечные лучи. Получение государственного гранта значительно помогло бы в реализации задумки, отмечает он. Дают тепло. Нагревается? Да, нагревается. Поняли, да? А летом легко не надо. Поворачиваются, они отражают. В любом случае, в РКС вы попадете, в РКС рассмотрят, доложат. Всего было рассмотрено 9 обращений граждан. По каждому данность черпывающий ответ. Все вопросы находятся под личным контролем председателя североказахстанского областного филиала партии «Нур-Отан» Ерика Султанова. Глава региона Ерик Султанов посетил дворовые территории жилых домов областного центра, ознакомился с благоустройством. Двор по адресу улица Муканова, 52, можно назвать за Простовым. В 2011 году жильцы участвовали в госпрограмме «Модернизация ЖКХ». В подарок от гора Акимата получили детскую площадку. Здесь футбольное мини-поле, качели и спортивные тренажеры. Ерик Султанов интересовался у жильцов многоэтажки, есть ли проблемы, как налажена работа КСК. В целом, какие вообще проблемы по КСК есть, по коммунальным делам? Мы справляемся. Справляемся, да? И решаем проблемы. А жильцы дома по улице Театральная, 47, все делают своими руками. Расширяют по возможности детскую площадку, ремонтируют многоэтажку. Во дворе установили теннисный стол, а с навесом помогли городские власти. Такимат нам помог, сделали навес. А сейчас играют дети здесь постоянно? Ну, мало играют. Мало играют. Да, мало. Всех, видимо, компьютеры больше волнуют. Да? Ну, надо выводить их, конечно. Побывал глава региона и в домах по адресам улицы Букетова, 18 и Интернациональная, 29. Они находятся по соседству. Жители этих пятиэтажек тоже воспользовались возможностями программы модернизации ЖКХ. Строхи сделали, тепловой счетчик установили. Правильно, как в этом году? Правильно, замечательно. Проблем нет? Нет, проблем нет. Теперь петропавловцы хотят обустроить в своих дворах футбольное поле и хоккейную коробку для детей. Средств не хватает. Просят содействия у главы региона. Сколько места, сколько детей у нас. Я думаю, места нет, у нас здесь место море же везде. Вот именно. Либо просили хотя бы восстановить, а нам хоккейная площадка здесь была раньше. Хоккейный коробка? Да. Хорошо. Надо делать. Акимобласти пообещал решить проблемные вопросы жителей дома номер 122 по улице Казахстанской Правды. Здесь в 2009 году подъездную дорогу перекопали бригады Турустем. Подъезд разрушен до сих пор. А горожане, проживающие в домах номер 12 и 14 по улице Уалиханово, просят заасфальтировать их дворы и оборудовать зону отдыха. В многоэтажках в основном проживают пенсионеры и инвалиды. КСК нет. Здесь там, там вот напротив можно встретить. Он не восстановленный. Он был заросший. Его только в том году. Откопали, да? Все, давайте восстановим его. Где-то две недели, три недели будут работать. И детская площадка у нас. Детская площадка. Все понял. А по адресу улица Мира 278 в прошлом году обустроили закрытую ливневую канализацию. Работу проводили специалисты городских служб. Благоустраивать свой дом и прилегающую территорию жильцы намерены продолжить и в этом году. Уже собрали средства на подготовку к зиме. А вот финансов для масштабных работ не хватает. Акима области просили помочь сделать дорогу и детскую площадку. Пообещали, что постараются включить нас в план работы и по детской площадке, и по дороге, по ямочному ремонту. Хотя бы это и то хорошо будет. Надеемся, что нам сделают. Потому что Аким области всегда обещает и делает. Все вопросы Ерик Султанов взял на личный контроль. 21 мая профессиональный праздник в Казахстане отметили работники у культуры и искусства. В Петропавловске чествовали лучших специалистов. Поздравления главы региона принимали актеры, певцы, танцоры, библиотекари, архивариусы, работники музейных комплексов. Сердечно поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. У работников культуры нашей области накоплен огромный творческий и созидательный потенциал. Каждый из вас достоин самых добрых слов благодарности, признательности и восхищения. Независимо от того, работаете вы в простой сельской библиотеке или в театре, в доме культуры, музее или архиве, все вы являетесь значительными и хранительными духовными ценностями нашего народа. Желаю вам доброго здоровья, благополучия, творческого вдохновения, новых ярких достижений в вашей профессиональной деятельности. Ерик Султанов поздравил работников культуры с профессиональным праздником, вручил почетные грамоты и благодарственные письма. Наград от главы региона удостоены 11 наших земляков. Среди них директор архива Акаинского района Динара Дожжанова. Это не только моя личная награда, это награда всего моего коллектива Акаинского районного архива. Мы выполняем свою работу очень качественно, своевременно, оказываем такую прекрасную услугу выдачи архивных справок. В данный момент ведется большая обширная программа, мы переходим на электронный формат, все наши архивы будут оцифрованы и я думаю, что наша услуга будет скоро доступна через интернет. Нагрудный знак имадинец Саласану Сдегой Акимобласти вручил за особый вклад в развитие культуры и искусства Казахстана. Получил ведомственную награду и берег Сапанов. 11 лет назад он пришел в отдел культуры и развития языков района имени Габита Мусрепова. Начинал работать главным специалистом. Сейчас руководит отделом. Приятно сегодня получить такую награду. Надеюсь, что в дальнейшем будем еще культура района Габита Мусрепа в дальнейшем идти вперед. Материальная база обеспечена. В преддверии Новороза Мирома мы открыли Чистопольский дом культуры, который выделено было в республиканское бюджет. По программе занятое 2020, 90 миллионов тенге. Здесь же в честь профессионального праздника 26 работников культуры и искусства области отметили почетными грамотами Министерства культуры и спорта страны. Виновники торжества на аплодисменты не скупятся. Искренне радуются за коллег, чей труд сегодня был поощрен. Официальная часть торжества завершена. Продолжил праздник концерт с участием лучших творческих коллективов региона. Поздравить коллег приехали гости. Выступление лауреата международных конкурсов солиста фонда «Таланты мира» Ялтинской филармонии Олега Ромашина и главного концертмейстера фонда «Таланты мира» Владимира Родионова у зрителей вызвали бурные овации. «Ти услышь, и музыку услышь, а от волшебного смычка одна я музыка». В настоящее время для организации досуга североказахстанцев в области работают три театра, филармония, 237 клубов, 312 библиотек, 12 музеев. Функционирует Центр по сохранению и использованию кинофонда, где есть киноустановка. Ежедневно свой вклад в развитие культуры и искусства Северного Казахстана вносят свыше 2000 человек. Эти танцевальные постановки и музыкальные номера сегодня в их честь. В подарок от главы региона Ерика Султанова работникам культуры и искусства «Корзина цветов». В Петропавловске состоялось заседание регионального координационного совета. Встречу заместителя Акима области Ирлана Укинов началась с приятной новости. Бизнесмены региона стали активнее пользоваться единой программой поддержки и развития бизнеса. Дорожная карта бизнеса – 2020. Общая сумма, которая предполагается сегодня мерами господдержки охватить, превышает 1 миллиард тенге. Из них одна заявка подана на гарантирование кредита. Концептуально это очень важно, что сам бизнес сегодня тянется за новыми инструментами. Предполагается в совокупности выплатить из бюджета за три года субсидии в случае, конечно, одобрения на сумму свыше 130 миллионов тенге, в том числе в текущем году на сумму 42 миллионов тенге. Первые на заседании рассматривают заявку ТО «Достар Нью» на субсидирование процентной ставки по кредиту банка. Предприятие выпускает строительные материалы. Производство планируют расширить. Необходимо сырье. Получить финансы рассчитывают по единой программе «Дорожная карта бизнеса 2020». На сегодняшний день у ТО «Достар Нью» имеется производственная база с необходимыми станками и оборудованием, а также квалифицированные специалисты в количестве 34 человека с большим стажем работы. Вся выпускаемая ТО «Достар Нью» продукция проходит высочайший контроль качества, что подтверждает сертификационные соответствия. Представителям предприятия у членов регионального координационного совета возникло немало вопросов, но заявку бизнесмены единогласно одобрили. Надеется на такой же результат и директор ТО от АСК Осет Ерсаинов. Птицефабрика занимается производством куриного яйца. Для дальнейшего развития бизнеса необходимы оборотные средства. На сегодняшний день мы уже начали расширение. У нас на сегодняшний день запущен один корпус для содержания ремонтного молотника. И также 1 июля уже планируется заселение промышленного стада. В ремонтном молотнике на сегодняшний день содержится 74 тысячи голов. Надеюсь на одобрение, прежде всего, что нас поддержат. И предприятие продолжит свое развитие, что даст возможность в целом создать рабочие места. Проект одобрили. Вместе с тем Ерла Наукинов рекомендует предпринимателю реализовывать товар не только на рынках областного центра, но и в супермаркетах. Касается это и других птицефабрик региона. Положительный ответ на заседание получил еще один проект. ТО «Агротехника Жамбыл» планирует приобрести 250 голов скота породы ангус. Всего на координационном совете рассмотрели 11 проектов предпринимателей региона, которые развивают бизнес в различных отраслях. Комфорт в кредит. В рамках государственной программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства петропавловцы активно заменяют старые лифты. В текущем году новые подъемные устройства появятся в 8 многоэтажках областного центра. Дышать свободнее. Детской областной больнице доукомплектовали видеостойку. Оборудование казанского производства обошлось лечебнице примерно в 2 миллиона тенге. Теперь врачи могут проводить эндоскопические лор-операции. За полтора месяца квалифицированную помощь получили 18 маленьких пациентов. Украл – получи срок. В Северном Казахстане задержаны трое злоумышленников, пытавшихся сдать на мясо украденных лошадей. Животных конокрада увели с одного из подворий села Красноярки Козылжарского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Кража. Ведется следствие. Покерный стул, свыше тысячи игральных фишек, 5 колод, игральных карт и документы о расходах. В Петропавловске прикрыли подпольное казино. За последние два года это уже второй случай пресечения деятельности нелегального казино в данном здании. Приказ вернуться живым. Актер областного русского драматического театра имени Николая Погодина Владимир Шустав сыграл одну из главных ролей в пятисерийном отечественном военном телесериале. Вышел он на телеканале «Хабар» в канун 70-летия Победы. На экране нашему земляку, почетному деятелю культуры страны, пришлось постареть на 20 лет. В фильме он 90-летний ветеран, герой Советского Союза. Грант в размере 1,2 млн тенге за победу. Проект «Открытый мир» Североказахстанского объединения инвалидов «Ордос Журек» признан одним из лучших на ежегодной ярмарке социальных идей. Проводит ее фонд первого президента страны. Помимо общественного объединения «Ордос Журек» участие в конкурсе приняли еще пять неправительственных организаций региона. Гордость области. Наш земляк Михаил Литвин установил новый рекорд Казахстана на чемпионате страны по легкой атлетике среди юниоров. В спринтерском беге на 400 метров он пришел к финишу первым. Впереди у Михаила чемпионат Азии. Соревнования стартуют в Китае с 5 июня. Редактор субтитров А.Семкин